МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе... Это фашисты, это узаконенный фашизм. Власти Голландии отняли у неё сына и дочь. Полицейские залетели. Как в Европе зарабатывают на детях? Он не снимает фильмы про войну. Бедный Донбасс измечен, избитый, кровью залитый. Он помогает выжить на войне. Мы кормили этих мирных жителей, которые жили в этом доме, а теперь их нет. Виталий Милонов борется с геями. Вот, бросит сюда. С развратом. Я через месяц ликвидирую все бардельны. И предупреждает Запад. Мы проснулись. Привет, медведь. Доброй ночи, друзья! С вами снова я, ваш Джон Уоррен, и программа «Мужское достоинство». То, что вы увидите сейчас, просто не укладывается в голове у нормального человека. Как это возможно, чтобы в Европе 21 века родители спрятали детей, чтобы их спасти от сумасшедших спецслужб? Бред? Нет! Очень даже серьёзно. Дамы и господа, которые смотрят это видео, пожалуйста, помогите! Социальные службы полиции Голландии в панике. Уже месяц они не могут найти маленького мальчика, который сбежал из приюта. Где он, не знает никто. Может, его прячут за границей, а может, в одной из этих квартир. Полиция! Не издевайтесь над моей мамой! Моя мама ничего не знает! Вот он, 11-летний Сильвана Бантека. Только в этом году он сбегал из приюта 9 раз к маме. А забрали его туда сотрудники Йогзорг. Спецслужбы по защите детей в Голландии отняли у мамы только потому, что учителя в школе посчитали его слишком умным и не смогли с ним справиться. Этого оказалось достаточно. Восемь полицейских пришли в дом, чтобы забрать одного 11-летнего мальчика. Потому что каждый ребенок – это 40 тысяч евро. Арнольд Херче – профессор, уважаемый в Голландии человек. Год назад он узнал о беспределе органов как бы защиты детей и начал открытую войну. Они угрожают мне. Угрожают мне постоянно. Это бизнес чистой воды. Для них дети – это продукты, товары. Джон Сибрифилд – адвокат семьи Сильвана. Тоже считает, что страшная организация под названием Йогзорг под благовидными предлогами зарабатывает на детях. Соседи, школа, бывший муж не могут донести на мать ребенка. Конечно, доносы могут быть и хорошим средством, когда детям угрожает опасность. Но, к сожалению, очень много случаев, когда детей забирают, не особо разбираясь. У Елены Антоновой, которая перебралась в Голландию из Латвии, двух близняшек – Настю и Колю, сотрудники Йогзорг, отобрали только потому, что они говорили на русском языке. Угол забили, я вот так вот сидела, спину их закрывала. Сюда и полицейские залетели. Это фашисты, это узаконенный фашизм. С тех пор прошло почти три года. Если бы не поддержка старшего сына, Елена могла просто сойти с ума. Не могу мать одну оставить, так как вернуть моего брата и сестры – это главное. Просто не могу допустить, что я там буду строить какую-то свою жизнь, а не буду терять годы своего детства в интернате. Его преследовали, арестовывали, угрожали расправой, но он боролся с еще большей силой. Изучил все тонкости права, законы, нашел адвоката. Рейхар Скала уверен в незаконности действий соцзащиты. Помочь семье Антоновых против Йогзорг он считает своим долгом не только адвоката, но и мужчины. Они не хотят возвращать детей, потому что не хотят признавать ошибку, что детей забрали незаконно. Я надеюсь, что дети вернутся домой в этом году. У турчанки по происхождению тоже забрали ребенка. Четыре года Нора Юрксевен совершенно одна в этой квартире. Рисунки, фотографии и пустая комната. Вот и все, что напоминает ей о сыне. Я никогда не забуду этот момент. Я смогла его только обнять, поцеловать и сказать пока. Ее маленького Каана увезли, коротко сказав, с вами сын в опасности. Она выплакала все глаза. Ребенка приживой, здоровой и, главное, любящей маме отдали в приемную семью. И почти год им не давали даже увидеться. Они ему постоянно говорят ужасные вещи про меня. Что это из-за меня его забрали? Знаете, что они сделали? Они дали ему другое имя. Его зовут Кан. Они назвали его Кай. Что говорить об иностранцах в Голландии, когда подданные короля сами оказываются в ужасном осадном положении? До сих пор очень больно. Ранада обратилась в службу защиты детей с просьбой о помощи. Дочку сексуально домогались в школе. Но вместо спасения ребенка стали обвинять родителей. Мы здесь, потому что это вы издеваетесь над своей дочкой. От этих слов мы просто обалдели. Девять месяцев она жила как на иголках с единственной мыслью. Сейчас придут и заберут моих детей. Ты не можешь спать. Ты не можешь есть. После этого они с мужем создали сайт, куда обращаются пострадавшие от органов защиты родители. Их уже сотни. Это бизнес. Потому что за один год только за одного ребенка, который находится на контроле у бюро Йогзорх, они получают от государства 8 тысяч евро. Когда они забирают вашего ребенка из дома, это около 30-50 тысяч евро в год. А другие люди в Голландии создали самое настоящее подполье, в котором прячут детей от Йогзорха. Люди, которые пережили этот ужас на своей шкуре, будучи родителями или детьми, они организовали эту сеть. Никто не знает, как она работает, потому что все совершенно секретно. Именно из глубокого подполья и обращается 11-летний Сильвана Бантека к властям Голландии с одной просьбой – дать спокойно жить вместе с мамой. Честно, я в шоке. Я не могу представить, что пришли ко мне домой и отняли от меня сына за то, что я его учу русскому или французскому. Власти решают, как нам воспитывать детей. Да это хуже фашизма! Мы будем обязательно дальше следить за этой историей и сообщим вам. А начнем мы сегодня с события, мимо которого просто невозможно пройти. Она приехала в Голландию в поисках лучшей доли и даже представить себе не могла, что здесь ее лишат самого дорогого – ее детей. Елена Антонова уже два с лишним года пытается вернуть сына и дочь, которых отобрали органы опеки. И вот сегодня у матери наконец появилась надежда. Сегодня мы получили решение о суда. Я безумно счастлива, что наконец смогу вернуть своих деток домой. И буквально на днях они будут снова с нами. Когда судья делала выговоры, я даже поверить не могла, что вообще она это произносит. Настолько уже привыкла к одному негативу. Эти страшные кадры снимал старший сын Елены. Вот сотрудники голландской Юрзорг уносят 9-летних близняшек из дома. Ну вот отсюда я снимал, я сел на подоконник. Один полицейский пытался оторвать от меня айпет, но у него не получилось. Они их выносили, как будто они выносят криминалов, которые сопротивляются аресту. Юрзорг – это так называемая ювенальная инспекция в Голландии. Детей Елены Антоновой они поместили в приют. Причина кажется абсурдной. Мол, мать недостаточно интегрирована в голландское общество и говорит с детьми по-русски. Это был один из тысяч случаев, какие происходят здесь практически каждый день. Елена Антонова – этническая русская гражданка Латвии. В благополучный с виду голландский городок Кюленбург она перебралась несколько лет назад. С мужем, выходцем из Казахстана, развелась. Сама растила троих детей, пока в дом не пришла беда. Мне нельзя было плакать, мне нельзя было плакать, нельзя никогда. При них это им, знаете, доставляло удовольствие такое, когда матери плачут. Но я им обещала, что я все равно верну своих детей. Это комната Насти и Николаши. Детские рисунки, любимые игрушки. Мама оставила все на прежних местах. Здесь, в принципе, все как было. Я даже не могла находиться в этих комнатах. Я когда-то сюда заходила, сразу ревела. Каждый день все эти два с лишним года Елена Антонова молила Бога лишь об одном, чтобы ей вернули близняшек. Старший сын Елены, Илья, все это время помогал маме. Изучал тонкости законодательства, нашел адвоката. Последний суд постановил, что дети могут полностью вернуться домой, что мать хорошо может воспитывать детей. У нее никаких психических проблем нет. Во всем, что обвиняли ее социальные работники, оказалось полным враньем. Вместе им удалось победить систему. Елена, наконец, получила постановление суда. Благодаря этому Настену и Николашу освободят из приюта. Даже поверить не могу, что мы выиграли. Это, конечно, благодаря Илье. Если бы не он, я, наверное, точно желтый билет получила. Ну вот, ничего, все нормально. Это просто участок слезы радости. Скоро Настя и Николаша будут дома. И в их семье будет настоящий праздник. И кажется, впервые Елена за эти мучительные годы снова улыбается. А вот еще чем удивила меня, Джона Уоррена, Старушка Европы.